Всё равно этот год будет лучшим в жизни тех, кто холдит криптовалюту, особенно эфириум и биткоин. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Почти 81 тысяча подписчиков, я просто на эмоциях. Очень быстро растёт канал. Если вы один из этих подписчиков, напишите, как долго вы со мной. А если нет, то чего вы ждёте? Нажмите кнопку подписаться, колокольчик и все уведомления, тогда вы точно не пропустите новые видео. На самом деле сейчас хорошо не только мне, а практически всем, кто держит любую криптовалюту. Мы видим десятки и даже сотни процентов прибыли за неделю. Сам биткоин пробил 19 тысяч долларов, это новый исторический максимум. Ой, сам биткоин пробил 19 тысяч долларов, и новый исторический максимум, кажется, уже неизбежен. Только однажды за всю историю биткоина цена была выше, чем сегодня. 24 ноября был сформирован второй дневной максимум в истории биткоина. А ноябрь уже стал лучшим месяцем в отношении долларовой прибыли. Но биткоин за 19 тысяч на самом деле меня не удивляет, как и настоящих холдеров. Люди, по-настоящему понимающие, что такое биткоин и как вообще обстоят дела в мире, ждут значительно больших цен. Думаю, что наша комьюнити понимает, что именно делает биткоин таким особенным. Ведь все, кто подписался на мой YouTube, мой Telegram или купил хотя бы небольшое количество биткоинов, уже получил прибыль. Кроме прибыли, гораздо важнее, что все мои подписчики получают и знания. На данный момент статистика показывает, что 99,9% из всех дней существования биткоина были прибыльными. Проще говоря, максимально простое действие, которое вы можете осуществить, это постоянно увеличивать свои биткоин-накопления на просадках его цены. Это и моя стратегия тоже. Я откупал все биткоины, что громко падали. Хотя, конечно, не всегда удавалось сделать это на максимальной просадке. Но даже так по итогу я все равно в плюсе. И, конечно же, идеально словить дно или пик невозможно. Мне постоянно пишет множество людей каждый день и говорят, что очень рады, что наткнулись на мой канал, когда биткоин и вся криптовалюта падала. Это очень много отдачи, ребята, вы не представляете. Так много, что у меня даже компьютер зависает. К сожалению, все это вставить в ролик я не могу. Но вы не представляете, как это приятно. Очень-очень классно. Шон Леннон предположил, что биткоин даст людям шанс наконец-то переступить через политический распри мировые события, потому что, по его словам, биткоин выходит за рамки физического мира. На данный момент всего 5 биткоинов стоят почти 100 тысяч долларов. Но запомните мои слова, придет время и только один биткоин будет стоить столько. Биткоин это самоисполняющееся пророчество. Чем больше людей говорит о нем, тем выше его цена. Чем больше людей поставят лайк под это видео, поделятся им и расскажут о нем, тем выше цена биткоина. И, кстати, я сейчас не шучу. Действительно, так работают алгоритмы Ютуба. Чем больше людей узнают об этом видео или о других видео о биткоине, тем больше людей заинтересуется самим биткоином. Именно так работает цепная реакция. И я очень рад, что участвую в ней. Давайте заглянем немного дальше и подумаем о следующей паре лет. Они будут значительно отличаться от того, что мы видели в 2017. Так как в 2017 это был еще ребенок, а сейчас мы находимся на бычьем рынке, который успел повзрослеть с тех пор. Есть пара вещей, которых мы даже не подозревали в начале этого года. А именно о том, что делает Real Vision и PayPal. Эти две компании являются чистейшими примерами, которые помогают мне показать, насколько сильно будет взрываться не только биткоин, но и альткоины в будущем. И как ни странно, пока что мы находимся в самом начале, даже после всего этого бурного роста. Так что вам нужно задуматься об этом сейчас. Если вы не думаете, что альткоины, в частности эфириум, будут играть важнейшую роль в булране биткоина, то подумайте об этом. У PayPal больше активных пользователей, чем у биткоина и эфириума вместе взятых. Их аж целых 346 миллионов. Я даже не думаю, что всей криптовалютой существующей пользуется столько людей. А Real Vision в это время занимается одновременным продвижением биткоина и эфириума, в том числе, кстати говоря, и DeFi, которые с эфиром, понятное дело, тесно связаны. DaVinci на своих закрытых стримах рассказывает именно об этом. Я не уверен, могу ли я показывать отрывки из них, так как сам DaVinci делает их для какой-то своей закрытой группы, в которой я тоже состою. Он говорит о том, что в 2017 году в рынок криптовалюты вошло около 30 миллионов человек. В забеге к новому историческому пику биткоина, по его словам, их будет как минимум в 10 раз больше. Представьте себе эти масштабы. Когда розница зайдет в эту сферу, она начнет накапливать биткоин, а также спекулировать на альткоина. Конечно же, это рискованная игра, так что вам нужно разработать собственную стратегию прямо сейчас. Но я вам в начале видео уже озвучил самую простую стратегию. На самом деле, большей вам и не нужно. Но будьте особенно осторожны, так как крупные просадки являются частью бычьего рынка. Для биткоина это от 30 до 40%. Для альткоинов это от 60 до 80%. Большая часть моего портфеля это биткоин. Также второе и третье место занимают эфириум и рипл xrp. У меня есть основной портфель инвестиций, который я просто держу. Есть экспериментальный портфель, где я балуюсь всякими шиткоинами. Кстати говоря, вы за ним можете публично наблюдать. И есть также спекуляционный портфель, которым я торгую. Насчет эфириума. Как вы знаете, если смотрите мой канал, скоро ожидается запуск первой фазы эфириум 2.0, которая называется Beacon Chain. Для ее запуска необходимо было достичь цели накопленных эфириумов на кошельке для стейкинга. В общем-то, эта цель была достигнута сегодня. Почти 400 тысяч эфиров накопили. Даже больше и раньше, чем планировалось. Причем 25% от необходимого количества эфиров были залиты на кошелек всего лишь за 4 часа. Вот как это выглядит на диаграмме. Похоже, хайп набирает обороты. Чем ближе 1 декабря, тем больше интереса к эфириуму. Это очень хорошие новости для холдеров эфира. Я считаю, что сам эфир все еще недооценен, учитывая все эти обстоятельства. Эфириум ждет большой и, скорее всего, стремительный взрыв. Такой стремительный, чтобы те, кто не успел набрать позицию, успели сделать это на пике. Черный юмор. А теперь я хочу показать вам эту статью более детально. Генеральный директор компании PayPal, которая недавно добавила возможность покупки криптовалют в собственном аккаунте, искренне верит в биткоин как в валюту. А дальше, ребята, происходит совершенно уму непостижимое. Он говорит о том, что планирует рассматривать именно биткоин как источник финансирования транзакций. И что именно традиционная валюта, а не криптовалюта, будет посредником, когда клиенты будут производить платежи торговцам в биткоине. Этакая рокировка получается. PayPal убежден, что биткоин станет не просто классом активов, а валютой. И, похоже, стремится в этом ему помочь. Поскольку бумажные деньги постепенно исчезают, в частности, по причине того, что люди предпочитают другие способы оплаты, центральным банкам, особенно в сфере розничной торговли, придется заменить бумажные деньги на цифровые, говорит генеральный директор Дэн Шульман. Также он добавляет, что когда вы начнете продвигать криптовалюту в качестве потенциального инструмента финансирования, по его мнению, это увеличит ее полезность и стабильность, потому что ее можно будет использовать каждый день для покупок. Речь идет о криптовалюте биткоин, конечно же. Возвращаясь к началу, PayPal планирует использовать биткоин для финансирования транзакций, а фиатная валюта при этом будет только посредником. Этот год уже заканчивается, поэтому ожидать воплощения всего этого в жизнь мы будем в 2021 году. Также не забывайте о том, что модель Stock-to-Flow Ratio для биткоина показывает, что его новый исторический пик будет 21 августа 2021 года. Именно тогда, согласно этой модели, биткоин будет стоить более 100 тысяч долларов. Поэтому я считаю, что даже если он в следующем году не будет стоить столько, все равно этот год будет лучшим в жизни тех, кто холдит криптовалюту, особенно эфириум и биткоин. Я знаю людей, которые говорят мне, что однажды один биткоин будет стоить миллион долларов. И я знаю людей, которые говорят, что в конце концов он будет стоить 10, 100 или 1000 долларов максимум. Что вы думаете? Ну, знаете, тяжело прогнозировать будущее. Вот что я думаю. Будет все больше полезных способов применения для криптовалюты. Я думаю, что в качестве просто актива их волатильность будет некомфортной. Но как только они начнут все больше использоваться в ежедневной коммерческой деятельности, и это то, над чем мы в PayPal работаем, я думаю, криптовалюты трансформируются из просто класса активов в реальную валюту. И когда мы начнем продвигать криптовалюту в качестве инструмента финансирования, это увеличит ее полезность и стабильность. Она станет менее волатильной, потому что будет использоваться каждый день для торговли. А меня зовут Богатейший Динь. Не забудьте поставить лайк, это помогает каналу расти. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok